Ребята, всем доброе утро! Такой немножко странный свет. С улицы еще полутемное что-то. И желтый, в общем, странное освещение, двухцветное. У нас сегодня какое? Третье декабря, правильно? Третье декабря. И это значит, что у нас время открыть третий пакетик, третью часть адвент-календаря. Женя говорит, там что-то прикольное. А я чувствую, вот как крышечка, знаете, и внизу сужается. Мне кажется, это что-то типа шоколадная паста, но... Ну да, это как баночка такая. Давайте посмотрим. Я закрываю глаза по традиции. Так. Это запакует даже сыр плавленый. Паштет вегетарианский. Это самый смешной адвент-календарь. Я никогда не видела паштет вегетарианский. Опустим то, что у меня в сладком адвент-календаре паштет. Но он вегетарианский. Ребята, очень смешно. Я его сейчас открою, и придет и обоснует сейчас. Слушайте, это просто прелесть. А как его открывать? Ты! И открой еще! Всем привет! Чтоб вы понимали, я меня ради твер подняла. Я на работу еще. А трусы твои видны. И что? Что, чтобы мне закрыть надо? Открой мне паштет. Он сгибается там. Ну, это же паштеты вегетарианцы, видишь? Поэтому они открываются, чтобы они голодали. Я просто терпеть не могу мясо. Я могу в бургерах. Вот и то не всегда. Женя, наверное, бургер купил. Я прямо аж фу. То есть дома я мясо вообще не ем. Очень с мясом сложно угадать. Я не принципиально не ем. Просто мне все не нравится. Очень редко нравится мясо. Поэтому вегетарианский подойдет. А хлебушек у нас есть? Нет. Он пахнет как паштет. Я попробую. Прикольно. У нас есть хлебцы. Хлебцы, да. Прикольно. Смотрите. Давай ты первый. О! С кем-то. Видите? Морковкой. Похоже, как обычный паштет, на самом деле. Вкусный, как овощи. Как обычный паштет, на самом деле. С картошечкой, знаешь, овощи. Какой состав у него? Вкусный? Это классный календарь. А еще паштет будет? Нет. Блин, он вкусный реально очень. Ты только первый чай календаря. Ты еще не все доделал. Нет, ты еще не все доделал. Ты еще не все купил. У нас 14 дней. А сколько у тебя там еще подарочков? На сколько дней? Которые куплены? Не один. Один я съел сам. Серьезно? Да. А что ты съел? Печенье. Ой. Ну, в общем, как-нибудь разберешься. В общем, влогмас начинается с еды. С моего пуза. В это, у тебя, я в хлорке испачкал твою майку. Да, вот не видно там. Видно. В общем, надо пауза. Сколько вы? Три минуты болтовни. Мы пошли кушать паштетик с хлебцом. Я тут уютненько хочу рассказать о книжке. Я вчера дочитала... Точнее, не дают мне закинуть ноги. Дочитала, точнее, дослушала до 12 главы. Я вчера успела даже чуть-чуть помонтировать, но в основном я, конечно, слушала. И я на 194 страничке. Мне мешает пуканье телефона немножко. Да, я сейчас сидела. Такое компактивное. Потом, лень. Вот. 194 страницы. После того, как наши все герои выезжают вот в поисках вот этого вон козера, дорога им преследует прям огромное. Несколько дней, по-моему, они должны ехать у них... Представьте. Кстати, сейчас просто введу еще вас в курс дела того, что я говорила, что все работают. Это уже не так. Там настолько страшная эта эпидемия, что все заброшено. То есть, а бензин люди добывают просто практически своими силами. Потому что кто-то работает, конечно, но большинство заправок уже заброшено. Некоторые по пути работают. Вот они нашли топливо, но на всю дорогу этого не хватит. И сама дорога... Ну, представьте, какими люди стали, когда угроза конкретно для жизни, для всего мира просто. И вот они встречаются с разными людьми. И вот когда они выехали уже на эту дорогу огромную, она частично перекрыта, там очень страшные вещи происходят. Стало настолько интересно. Это реально обалденная книжка, скорее всего, тебе может понравиться. Потому что это прям супер. И очень классно сочетаются вот эти экшн-моменты, как я уже говорила, с размышлением нашей главной героини. Насколько круто показана вот эта ее моральная неготовность вообще покидать свой дом. То, как она не готова абсолютно к этому, но она обязана выжить. И то, как она с этим справляется. Какие морально тяжело. Как она... Ну, какая она все равно умница. Вообще очень мне нравится. Герои совершенно разные. Встречают других людей разных абсолютно. Прям круто. Мне очень понравилось. Вот представьте, вы едете, а там коттеджные поселки полностью. В снегу никто не чистит дорожки. Все они заброшены. Куда эти люди ушли? Что с ним произошло? Что в больших городах? Куда никуда никого не пускают, не выпускают? Но люди-то вообще уже, не знаю, сошли с ума от этого в общем, конечно, классная книга. Пока мне ужасно нравится. Даже не ожидала, что так будет интересно. И пока они до сих пор вот у меня не добрались до этого Ванкозера. Будем читать дальше. Прям суперинтересно. Невозможно оторваться. Вот книга реальная из тех, которую невозможно отложить. Будешь читать? Про эпидемию. Скажи. Нет, не знаю. Классная, вообще классная. В аудиоварианте есть, я слушаю. Очень классная идет. Вас слушаешь? Моби. Моби, слушай, тебе нравится? Моби классная, говорят. Тебе нравится? Там юмор прикольный, по-моему. Нет, вообще ничего. Такого плохого. Ты плохо слушаешь, невнимательно. Я отлично слушаю. Я с самого начала слушала, там уже было классно. Ну, это не то, что прям юмор. Там юмор, вот там смешно. Нет. Там просто такая, типа, ситуация. Не очень смешная. Очень печальная. Да нет. Там в кружок они куда-нибудь. Да, я специально. Да, там не было юмора никого. Было. Ты можешь как-то смеяться над этой ситуацией, но, типа, там... Это нельзя, я только хотел показать, какое, типа, он, буденцо. Да нет, ну ладно, в общем, почитайте. Там были его внутренние истязания. Про то, что он такой, типа, верующий христианин, а он так поступает. Хотя в Библии написано так, и он вроде делает то же самое, но в то же время он не то. Это понятно, смешно описано. Ой, Миша, ты по работе там прицепился ко мне. Вот это телефон, ладно. Со всех сторон. В общем, опять мы болтаем, на пять минут уже. Вот этой ерунды, понимаешь? Какой? Так, Шлидер ничего не понимает книжку, видите? Кого слушает? Обзор? Все, канал завела. Все, баба сдурела. Ты понял, что я с камерой? Нравятся тебе тапочки? Смотрите, какая красота. Ой, какие красивые. Ой, какие красивые. Ребята, тут просто невозможно оторваться от этой книги. Что ж такое? Наверное, я лучше поверну камеру, подержу, чтобы свет хорошо падал. Невозможно. Вот столько я прочитала. Это примерно половина. И сколько здесь? 200. 14-я страничка. Вот прочитала я сейчас. Две главы. Вот, две главы. Единственное, что у меня... Вот была закладка. Сейчас, секундочку. Ох, все, сложно. В общем, здесь такая напряженная глава. Была мне так интересно. Ребята, вот это выживание. Реально, выживание просто в заброшенном мире, кажется, где толком никого нету, а только выжившие. Была глава сейчас. С нашей героиней, главное, связана. Прям невозможно напряженно. И настолько ее мысли крутые. И то, что происходит. В общем, я прям пока в полном восторге от книги. Знала бы, что мне так понравилось. Я давно бы взялась уже. И здесь прям супер снежно. Сквозь сугробы они пробираются. Все. Завалено. Ветер. Холод. Замерзает постоянно. Камины топят. Где находят? В общем, супер-супер. Очень мне интересно. Не знаю, как будут линии развиваться с героями. Я прям очень жду. Все. Компьютер меня ждет. Мне нужно монтировать. Иначе сегодня видео не выйдет. Должно выйти сегодня. Сейчас монтирую, пойду. Там уже, надеюсь, немного будет. Извините, что надеюсь, что будет видео минуточки на три. Вчерашнее. Чтобы быстрее продолжить читать. Класс. И заодно допью кофеечек с монтажом вместе. Видишь, такой приятный день. Но хочется читать. Вообще не могу. Скорее бы за чтение браться. Продолжение следует. История, в принципе, стандартная для моих кулинарных способностей, для моей жизни. Часа два назад я поставила в рице картошку. Вы же понимаете, к чему все идет. Картошку в мундире. Думаю, сейчас закипит водичка и через какое-то время выключу. Поставила. Пошла ждать, пока закипит водичка. Все. Сейчас прошло часа два. Я думаю, Яромиру, говорю. Так, надеюсь, не вода разлилась? А, это конденсат течет с окон. Чтобы, ну, в общем. Говорю, сделаю я тебе картошечку, сейчас с курочкой положу. Пошла смотреть. Захожу в кухню, думаю, а почему так жарко на кухне? Стиралка работает, но вряд ли от нее, правильно? Дошло, когда чуть запаха почет. Самое прикольное, что запаха мало. Сейчас покажу вам красоту. Блюдо от шеф-повара. Рецепт очень прост. Мне просто интересно, любопытно. На что это похоже внутри? Как вы думаете, она сгорела внутри или нет? Ну, самое прикольное, что она внутри мягкая. Такая дубовая. Это. В общем. Смотрите. И порох сыпется. Извините, это реально пор. Вы поняли. Но я ее сейчас разделаю. Потому что она выглядит так симпатично внутри. Посмотрите. Как будто бы она реально вкусная. Я очень голодная просто. В общем, не знаю, чего я так радуюсь, но вот эта дубовая штука, так не трясти над этим, а внутри замечательная картошка. Может, это способ приготовления такой существует, скажите мне? Ну, просто присыпанная пеплом. Но так, в принципе, блюдо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оператор. Оператор. Вы уносите реквизит? Точнее, оборудование. Понятно? Ребята, всем добрый вечер. Книжка у меня читается так круто, что просто не знаю, как мне от нее хоть ненадолго оторваться. Вот сколько осталось. Это 310 страничек. Не буду поворачивать, сейчас перевернется. Закладка. Это так интересно! Это офигенная книга. И знаете, вроде бы это роман-катастрофа, когда они путешествуют на этих машинах своих. Это как-то такое родстори. Так уютно во многом. Это ужасно, наверное. Но это так реально романтично даже. Но это на самом деле, я так уже утрирую, конечно, моменты есть, но на самом деле все жутко. Единственный момент, почему они вот едут многие сотни километров, а людей нету. Ну понятно, что люди ушли, а куда они ушли? Если они куда бы не ехали, их все равно нет. То есть они не едут по таким каким-то проселочным дорожкам, видимо все куда-то по деревням рассовались, но ни на улицах, ни одного человека, нигде вообще. Мелкие какие-то встречи. Ну ладно, это я уже так совсем-совсем придираюсь. Просто, ну понятно, что там где-то в глубинке эти люди все разбрелись. В общем, очень интересно. Прям ужасно интересно. Все, пойду я сейчас, знаете, уже ложиться. Я такая сонная. Но я все равно буду дочитывать 100%, потому что, ну я так говорю, надеюсь, я не усну от усталости, но сейчас только 9 вечера, поэтому время еще есть почитать, послушать. Лягу в кровать, сейчас все выключу в свет и буду лежа слушать книжку. Невозможно, как до завтра, дотерпеть. Не знаю, что будет в конце. Хотя мне написали, что на самом интересном таком моменте важном заканчивается, естественно. Так что все равно надеюсь дочитать. Спасибо всем большое за внимание. До скорой встречи завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok